Добрый день, уважаемые читатели! На дворе осень, а значит, пора познакомиться с книгами созерными, как осенние листочки стихами. Рифмованные творения Анастасии Орловой и Марины Бородицкой подойдут для чтения детям дошкольного и младшего школьного возраста. Книга Анастасии Орловой со стихами «Целый день» и иллюстрациями художника Елены Селивановой поможет дошколятам настроиться на осенний лад и лучше понять настроение этого времени года. Идем на прогулку. Майку надели? Надели. Футболку надели? Надели. Колготки надели? Надели. Штанишки надели? Надели. На самом деле? Ой, забыли. И куда мы глядели? Готово. Готово. А кофту надели? Еще не успели. Надеваем, надеваем, надеваем. Надели? Надели, надели. Даже вспотели. Как долго? А что вы хотели? Хотели быстрее. Жилетку надели? Надели. И куртку надели? Уф, еле-еле. А застегнули? И застегнули. А на застежку? Вжик. А на липучку? Чик-чик. А на кнопочку? Чко. А сапоги? И сапоги. На обе ноги? Конечно. И шапочку на макушку. Двери закрыли и по ступенникам вниз. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Пуск. Идем на прогулку по переулку. Потом по тропинке, посерединке. Потом по дорожке немножко. Потом поворот. И вот. Вот такая лужища. На солнце греет пузище. И прямо у нас на пути. Как бы ее обойти? Справа канава, слева дорога, байдарка нужна или пирога. И что же нам делать? А пока мы думаем. Мотоцикл стрелой промчался, след простыл, а звук остался. И прямо по луже. Что может быть хуже? И брызги на нас. Ужас! Бежим домой. Вот поворот. Потом по дорожке. Бегом прямиком. И по тропинке, посерединке, по переулку, назад с прогулки. Вверх по ступенькам. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Двери открыли. Выдохнули. Шапка промокла? Промокла. Снимаем шапку. Куртка промокла? Промокла. Кнопочку-чку. Липучки-чки-чки. Застежку вжик. Снимаем куртку. Сапожки промокли? Смотри, совсем сыры внутри. Снимаем сапожки. Бедные ножки. Штанишки промокли? Промокли. Снимаем штаны. Высохнут до весны. Ой-ой-ой. Колготки промокли? Промокла жилетка. Бедная, бедная, бедная детка. И кофта промокла. И кофта промокла. Снимаем-снимаем. Скорее ребенка спасаем. А как же футболка? Промокла футболка. Снимаем футболку. А майка промокла? И майка промокла. Потрогай, дай-ка. Снимаем майку. А туловище? Нет еще. Туловище сухое. Вот счастье какое! Как хорошо в самом деле, что мы так много всего надели. Маленький дождик. Дождик прошел вдоль дорожек. Стали дорожки в горошек. Кто сказал, что я болею? Кто сказал, что я болею? Я скорее здоровею. Здоровею, здоровею. Выздоравливаю. Крепкий свой иммунитет поторапливаю. Столб больных у докторов. Ну, а я уже здоров. Сапоги-небоскребы. У мамы есть сапоги-небоскребы. Она их надевает, чтобы видеть дальше и понимать, что там. И чтобы быть ближе к птицам и самолетам. Мама в своих сапогах над городом пролетает. Мама на каблуках опять в облаках витает. Мама, как там на высоте? Не кружится голова? Но издалека до мамы не долетают слова. Сколько всего есть у дворника? Сколько всего есть у дворника? Прохладное утро вторника. И длинные тени, и птичьи пени. Вот сколько всего есть у дворника. Да, дворнику повезло. Он видел, как солнце взошло. И есть у него метла. Проворно и весело. А листьев осенних не счесть. И дворняшку у дворника есть. Улыбчивая дворняшка, коричневая кудряшка. Прохожих встречает она под кустом. Приветливо листья, сметая хвостом. Желтые листья. Желтые листья, кто вас заставил? Через дорогу бежать против правил. Стойте, куда вы? Догнать невозможно. Желтые листья. Прошу, осторожно. Сборник стихов Марины Бородицкой, Рыбкин телевизор. Наверняка понравится маленьким читателям младшего школьного возраста. За знакомые ситуации в школе и осеннее шаловливое рыжее настроение. Первоклассник Первоклассник, первоклассник, Нарядился, как на праздник. Даже в лужу не зашел, Погляделся и прошел. Уши вымыты до глянца, Алый гриб на крышке ранца. Да и сам он, как грибок, Из-под кепки смотрит вбок. Все ли видят, все ли знают, Все ли от зависти вздыхают? Сентябрьская скороговорка Все клены стали рыжие, И ни один не дразнится, Раз все равно все рыжие, Кому какая разница? На контрольной Не решается задачка, хоть убей, Думай, думай, голова, поскорей. Думай, думай, голова, Дам тебе конфетку, В день рождения подарю новую беретку. Думай, думай, в кои веки прошу, С мылом вымою тебя, расчешу. Мы ж с тобою не чужие друг дружке. Выручай, а то как дам по макушке. У меня пятерка. У меня пятерка по рисованию. Выйду в скайп, обрадую дедушку Ваню. Фото выложу маме в инстаграме. Извещу папу по ватсапу, А бабушке Милу просто по мылу. Она пока не освоила твиттер, Но вяжет мне очень продвинутый свитер. Щиталочка. Чищу овощи для щей, Сколько нужно овощей. Три картошки, две морковки, Луку полторы головки. До петрушки корешок, До капустный кочешок. Потеснись-ка ты капуста, От тебя в кастрюле густо. Раз, два, три, огонь не зажжен. Кочерыжка, выйди вон! Ореховый гном. В орехе одном, в орехе лесном, Вчера поселился ореховый гном. В ореховый домик он скрылся от всех, На ветку пригнули, сорвали орех. И вот он плывет у лукошки моем, Качается дом, кувыркается гном, Гадает, куда принесут, Съедят или впрок запасут. Приходите в библиотеку, И пусть ваша осень будет добрая И наполненная замечательными теплыми книгами для семейного чтения И радостного яркого осеннего настроения. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok